Девоньки, наукады пропусть будут. Супер, ну супер, ну просто что-то невероятное. Я говорю, чтобы вы сцепились наконец уже. Каждый раз нам приходится проходить череду. Да чтобы я сдох. Девочка, разящая чесноком. Да нет, ну вы же отсюда уйдете отсюда. Мы теперь отсюда никогда не уйдем. Надеюсь, мы с этого начнем? Обязательно. Этим мы закончим. У меня есть еще. У меня? Да. Всем привет, друзья мои. Вот опять мы вместе. Перед нами стоит простая задача. Какая? Представьте себе, что перед нами расположено 3 бокала плечного вина. И это не все. У меня есть еще. Вино? Да. Но при этом вот ингредиентов для стола до обидного мало. У нас есть индюшачья печенка, лук, чеснок, вот завалился, перчик, кунжутное масло, соевый соус. Как вы думаете, справимся? Такое я люблю, когда надо мало чего делать. Время пошло. Вот тебе луковица. Вот тебе перчик, вырежу из него серединку с зернышками. Понимаешь, да? Руки береги. Я займусь чесноком. Все-таки, когда от мужика пахнет чесноком, это все-таки терпимо. А вот девочка, разящая чесноком. Да нет, ну вы же отсюда уйдете отсюда. Вы теперь отсюда никогда не уйдете. Все, теперь вы мои навеки. Наконец-то. Сейчас мы с вами очень быстро сделаем восхитительную закушку в восточном стиле. В восточном, потому что делать мы будем в воке. Хотя можно делать и на глубокой сковороде. Что ты глубокая? Вок – это такая восточная смесь казана и сковородки, скажем так. Он бывает тонкостенный. Супер, ну супер, ну просто что-то невероятное. Еще признак восточности – это наличие в нашем блюде кунжутного масла и соевого соуса. Чем хорош вок? Вок – это инструмент для моментальной обжарки. Воке нельзя тушить. Можно только вот сделать блюдо, которое внутри еще с соком. А снаружи оно уже, понимаешь… Пригорело? Не пригорело. Нет, оно именно невероятно аппетитно обжарилось. Вот чего мы хотим добиться. Что насчет моего лука? Да в жизни, пожалуй, лука-то лучше не видел. Ты специально так говоришь, чтобы она не замкнулась в себе. Я говорю, чтобы вы сцепились наконец. Итак, вот он вок. Вообще, обычно у него бывает совсем вогнутая донышко. Этот вок, который еще можно и ставить на электрическую плитку. Вок должен быть очень хорошо разогрет. Возьмем кунжутное масло. Но бывает кунжутное масло настолько ароматное, мы сейчас посмотрим, что его не грех разбавить просто растительным. Ну, оно не смертельно ароматное. Я даже не сказал бы, что оно ароматное. Оно, знаете ли… Попахивает. Попахивает. Да. По-моему, кунжут. Понятно? Ну, ладно. Подумай, что такое 2-3 года для кувшинчика с маслом. Дайте-ка мне специи. Здесь надо их бросить прямо в масло. И не бояться, что они там немножко сгорят. Чесночок. Дальше все будет очень-очень быстро. Давай лук. Вот он должен у нас разойтись. Давай перец. Теперь дай мне немножко сахара. Пусть лук немножко карамелизируется. А потом сочетание сладкого и соленого. Это самая замечательная такая черта восточной кухни. Очень люблю. Теперь давай мне индюшачью печенку. Это индюшачья печенка. Прямо из магазина. Если кто-то брезглив и предпочитает ее помыть перед тем, как жарить, ради бога, помойте, но не забудьте потом высушить. Если вы ее мокрый, шарахнете на сковородку, у вас получится вареная, а не обжаренная печенка, это будет гадость. Вот сейчас надо добиться того, чтобы она все время соприкасалась именно с моком. Понимаешь, да? То есть по краям пошла зелень, которая, в общем, уже готова. Лук готов, перчики готовы. По поводу печенки, вообще любой печенки, будь то птичья печенка. Я обожаю. Или баранья, или говяжья. Господа, я понимаю, что у многих осталась память о советской общепитовской столовой, где печенку талантливо превращали в подошву. Печенка готовится молниеносно. Она должна быть внутри практически сырой. Если вы передержите печенку, она станет жесткой и очень невкусной. Тут надо не пропустить момент. Конечно, совсем сырое блюдо подавать не надо. Не все это любят. Я знаю таких дам, которые говорят, ой, с кровью. Дожатьте мне, пожалуйста, вот это вот. Ну, знаешь, люди разные. Вот так. Всегда можно взять ножичек и посмотреть, что там внутри. Вот видно, что еще не пора. Да? Дожариваем. Может быть, нужно было ее порезать? Нет. Нет, иначе потеряется вся сочность, понимаешь? Вот тут размер имеет очень большое значение. Почти готово. Теперь мы берем соевый соус. Те, кто не любит, чтобы соевый соус преобладал, можно его добавлять немножко меньше и досаливать просто солью. Я люблю острую восточную кухню, поэтому черный перец, картина, ну, никак не испортит. Бальзамик нельзя добавлять? Ни в коем случае. Бальзамик – это уксус. Я люблю так бальзамик. Ну, зачем тебе здесь уксус? Добавь его в чай. Хорошо. Ну, вот я думаю, что все готово. Давай нам мисочку. Ну, что поделаешь? Нет, 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 вон там у нас большая мисочка общая. Все продумано. Мы сейчас, как китайцы, сядем в круг и палочками. Ну, поставь, обожжешься. И палочками все это сожрем. Да, палочек у нас нет, поэтому представим себе, что мы китайцы, мы сидим в круге, едим палочки и говорим о каких-нибудь китайских мудростях. Ой, палочки, ну-ка дай. Горячо, конечно. Дуйте, дуйте. А я буду есть. Оно. Вот. Смотри. Она розовая. Но не красная. Но без крови. Ребят, я превзошел себя. Откуда? Откуда столько мастерства в этих руках? Сейчас мы посмотрим. Ну, что? Дорогие Катенька и Вольга, в этот отвратительный осенний-зимний день Мне хочется, чтобы мы согрели друг друга теплом наших сердец. Как сказал. Заметьте, приготовление оригинальной закуски в реальном времени заняло минут 10, не больше. И вам того же. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...